Речь идет о твоем любимом человеке. Кто-то кого-то бил и получилось хорошо. Чему учили, тому и научили. Дим, ты уверен? Уверен. Девочка должна быть такая полурукодельница, полупроститутка. Мама, что с тобой? Они же иначе перепутают, мальчики они или девочки. Вы серьезно? Дима Зицер. Человек, отец, педагог. Сегодня в гостях у нас. Здравствуйте, Дима. И первый вопрос. Какие сегодня, назовем их так, тенденции воспитания существуют? Ведь сегодня все не так, как было 150 лет назад, 200, 300. Даже не так, как это было в то время, когда воспитывали нас. Конечно, есть тенденции. Но эти тенденции напрямую связаны, мне кажется, с тенденциями развития человечества вообще-то. Ну, еще 150 лет назад на вашем месте сидел бы только мужчина, правда? Только мужик с мужиком, как мы понимаем. Тенденция, конечно, тенденция. Да, человечество идет вперед и открывает, ну, какие-то новые углы зрения. Мне кажется, это очень здорово. И в этом смысле, конечно, позиция, а вот, значит, там, не знаю, 200 лет назад детей били, или кто-то кого-то бил и получилось хорошо. Да нехорошо получилось. Потому и меняются взгляды, что получилось нехорошо. И получается чаще всего нехорошо. То есть, может быть, никто не погибает, но, как выясняется, может быть, намного лучше. И от того, что надо сказать, да, вы здесь сидите, а не кто-то другой. Вы, которая понимает, я полагаю, в своей профессии, понимает, о чем она хочет спросить, что она хочет выяснить. Ну, с этим абсолютно то же самое. Педагогика ведь как устроена? Чему учили, тому и научили. Ну, вот, собственно, и все. Учили, что сильный должен обижать слабого. Ну, и научили. Меня давно волнует такой вопрос, почему, когда ребенок маленький, он нас умиляет и радует по любому поводу. Там, первой своей улыбкой, первыми шагами, первыми словами. А впоследствии, когда уже лет побольше, и, например, не вовремя решенный пример, у нас вызывает, ну, в лучшем случае отчаяние, досаду, а то и просто вот какую-то гамму негативных чувств. Почему так получается, что мы до определенного возраста, безусловно, принимаем ребенка, а потом не безусловно? Это блестящий вопрос, я должен вам сказать. Просто блестящий, который задается довольно редко. Действительно, этот процесс, о котором вы говорите, стоит понаблюдать. Потому что есть общественная рамка некоторая, которая вообще давит на нас очень сильно. На любого из нас, на меня, на вас, на оператора вашего, на кого угодно. Общество как будто диктует нам, что мы должны. Теперь, поскольку так получилось, что нас воспитывали или растили в системе координат сравнительной, то есть мы бесконечно и сравниваем. Почему он решил пример, так сказать, недостаточно хорошо? Потому что у меня соседка сегодня утром рассказала, что ее-то внук или ее-то сын решил 40 примеров, причем уже в Кембриджском университете он это делает года в три. Да, значит, в этот момент я оказываюсь в поле давления очень-очень сильного. Вот и все. Из этого давления можно выбраться? Конечно, можно. Как? Да, в общем, мы уже сказали. Да, остановиться, выдохнуть и вспомнить, что речь идет о твоем любимом человеке, что он не машина для решения примеров, что он не машина по уборке постели, что он не... Да? В первую очередь речь идет о том, что мы получаем удовольствие от общения друг с другом. Он будет учиться у вас точно в любом случае. Дим, ты уверен? Уверен. Дим, откуда ты знаешь? Слушайте, знаю, но профессия моя и наблюдаю, да и вы знаете. Он точно научится решать примеры. Но было бы круто, если бы при этом он еще научился задавать себе вопрос, а зачем я решаю примеры? Это прям круто, это высший пилотаж. Зачем? Не в смысле не хочу, вот не услышите меня неверно. А зачем? Это хороший вопрос. Как мне это помогает понять себя? Как мне это помогает остановить отношения с миром? Как мне это помогает? Ну, в общем, вот это вот все. Да? И действительно, поэтому пока человек маленький, да, принято умиляться и по щечке трепать, и по головке гладить, и вы совершенно справедливо говорите, у нас откуда-то огромное количество терпения. Потому что модель такова, что пока он растет, совсем малюсенький, ну, как бы так вот, ну что он сам действительно, ничего, без мамы ни туда, ни сюда, поэтому мы его здесь подвинули, здесь обняли, здесь поцеловали и так далее. Чем старше он становится, тем больше у него, чем больше проявляется его самость, вот такое я слово скажу, да, то есть я, азгесим, тем сложнее нам становится, потому что мы как будто забываем, вернее, не успеваем научиться, потому что мы личностно взаимодействуем. И он вообще-то не куколка. И вообще-то, если он не решает какой-то пример, то это что-то значит? Например, отсутствие у него ответа на вопрос, зачем я это делаю, почему маме так вступило, почему маме так важно. Мама, что с тобой? Еще год назад ты умилялась, как вы мне рассказываете, гладила меня поговорки, мама, что произошло, что изменилось? А, ты всего лишь с соседкой поговорила. Мама, так ты же взрослая, разберись. С тебе это важно, но сядь рядом со мной, реши этот пример. Заодно ты тоже подумаешь, почему пример, а не, почему не сочиняешь вместе анекдот, например. Потому что соседки пример же решают. А, понятно. Очень часто у психологов можно встретить такой совет. Говорите девочке, что она красивая, мальчику, что он сильный. Там требуйте от девочки нежности, от мальчиков каких-то результатов. Вот насколько именно в педагогике вопрос гендерности имеет значение, насколько надо на это обращать внимание, воспитывая детей. Мы рождаемся с определенным набором, как мы с вами понимаем, признаков гендерных в том числе. Все в порядке. Теперь вот эта идея того, что отходящая к счастью, о том, что девочка должна быть домохозяйкой, там постоянно жарить яичницу вот этому самому человеку в шкуре, который добывает там неизвестно что. Ну, мы, в общем, с этого начали, и мы про это чуть-чуть поговорили уже. Человечество идет вперед, человечество задает вопросы, человечество видит себя сегодня сложнее, чем видело когда-то. Мне кажется, это правильно, и это здорово. Нет, я не думаю, честно говоря, я не думаю, что мальчику нужно говорить, ты сильный, а девочке ты красавица. Нет, я так не думаю. И я даже не до конца понимаю, почему это так, то есть зачем это так. Обоснование, которое я знаю, а поправьте меня, если есть какие-то дополнительные, это обоснование 13 века приблизительно. Все понятно, да? Женщина зачем живет? Мужика радовать, Господи, воспитывать. Мужика радовать. А мужика почему надо радовать? Ну, потому что, слушайте, он же действительно поле пашет, он же, так сказать, там, не знаю, коня останавливает на скаку, а вовсе не она, да? И так далее, и так далее. Разве так мы сегодня живем? Мы просто живем, не так. И в этом смысле, конечно, человеку нужно говорить, у тебя получится, я буду рядом, я тебе помогу. Вне зависимости от того, речь идет о мальчике или о девочке. Теперь, если есть люди, которые говорят в этот момент, а что же будет, как же так, они же иначе перепутают мальчики, они или девочки. Вы серьезны? Вы серьезны? На полном серьезе мы про это говорим. Это связано с другими вещами. Точно? Ну, конечно, точно, слушайте, но приведите мне один пример, когда было наоборот. Ведь люди, которые говорят, что мужик должен быть, значит, вот этот свирепый с челюстью вперед и в случае чего вмазать. А девочка должна быть такая полурукодельница, полупроститутка, полу вот такое. А то что? А дальше что говорят эти люди? Они говорят, а то такое будет, какое будет. Вот какое будет. А то ведь они все, я не знаю, что станут лесбиянками, гомосексуалистами? Прямо. Выдут, да, переехать. Пример, один пример. Один пример. Пусть люди приведут один пример. Один, не 10, не 15. Не надо рассказывать истории, выдуманные про, я не знаю, что-то там, неизвестно что. Да? Про Европу у нас очень любят рассказать истории. А то же, что посмотрите, что в Европе. Ну, съездите, посмотрите, что в Европе. И вы удивитесь. Такая же школа, такие же, да? Такие же вопросы, такие же проблемы. Слушайте, такие же вопросы. Вот я, да, если где-то бываю и выступаю, даю вам честное слово, такие же вопросы. Систему вопросов, да, систему координат абсолютно та же самая. Ну, то есть эта фобия, она надуманная, что... Как и все фобии. Как и все фобии. Да, 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 да. Совершенно верно. Теперь, в этом смысле разные девочки есть и разные мальчики есть. Не знаю, попробуйте сказать моей дочери, 14-летней, что какой-то мальчик сможет, а она нет. Да просто это будет оскорбление высочайшего уровня. Да, потому что система координат, к счастью, менее... Или не волнуйся, ты знаешь, у тебя не получилось, но ты же девочка. Слушайте, мне кажется, это дикое оскорбление какое-то. Да, или мальчику такой. Ну, ничего страшного, ты такой грязный, у тебя сопля на плече. Да, но ты же мальчик, девочка должна быть красивой, а ты ходи. Ну, что это за бред? Да, а девочка не должна уметь постоять за себя. Да, а девочка не должна, я знаю, принимать решения и понимать, как эти решения, я не знаю, реализовываются. А мальчик не должен быть нежным, сострадательным. Ну, все должны быть всем. Плюс к этому, естественно, в нашем наборе, в вашем наборе, и вот я на вас смотрю, но нет сомнения в том, что вы женщина. И вы смотрите на меня, полагаю, у вас нет сомнений в том, что я мужчина. Я имею в виду сейчас не первичные половые признаки, как вы понимаете. Набор, набор чего-то, мы много кто. Да, мы совокупность, я не знаю, характера, национальности, культуры, пола, и много-много чего. О чем ваша лекция «Эти невыносимые дети»? Судя по названию, речь сегодня пойдет о каких-то конфликтных ситуациях между родителями и детьми, причем не просто конфликтных, а вот прям о точке кипения, о накале страстей. Да нет человека, или редчайший случай, это, знаете, взрослый, который хоть раз в жизни не сказал, «Да, злит он меня или она?» Отлично, это естественно. Мы люди, это главная мысль, я вам заранее расскажу, да, главная мысль – мы люди. У человека есть много-много разных проявлений. При этом чем человек отличается от животного? Свободой воли. Я могу посмотреть на себя со стороны, я могу с этим что-то сделать произвольно, да? Так что в этом смысле невыносимые дети, ничего страшного нет, невыносимые мужья, невыносимые жены. Мы в разные ситуации попадаем. Теперь, ну, дети, в отличие от мужей и жен, до определенного возраста, зависят от нас абсолютно. Вот не на 90%, а на 100%. Значит, и ответственность наша выше. Значит, хорошо бы научиться с этим что-то делать, потому что самый примитивный Путин сказал, «Задушила бы, вот я бы тебя сейчас…» и все, ушла, и что? Мне от этого хорошо? Нет. Ему от этого хорошо? Нет. В будущем ему от этого будет хорошо? Нет. Вечер я испортил или испортила? Да. Это мой любимый человек? Да. Я испортил ему настроение или испортил? Да. Зачем? Потому что я не могла или не мог. Ну, давай научимся. Это вообще не очень сложно. То есть, можно так сказать, что в любой ситуации, когда думаешь о том, что дети невыносимые и хочется, там, ну… Поступаем так же, как когда думаем, что муж невыносим, мама невыносима. То есть, получается, в этой ситуации надо выдохнуть и попробовать в себе найти проблему? Да не надо искать, надо выдохнуть. Нет, для начала надо выдохнуть, это важно. Или вдохнуть, наоборот. Эта фора в несколько секунд меняет наше поведение. Да, вот из импульсивного она становится минимально осознанным. Ну, водичка попей, что-то, господи, или что, покрепче. Да, спокойно, спокойно. А дальше действуй, нет, хочешь сказать, наговорить гадости и наговори. Да, но из головы, а не потому, что в данный момент тебя что-то раздражает. И начальнику ты бы это не сказала, или мужу, возможно, ты бы это не сказала, потому что получила бы что-то в ответ. А ребенку сказала, потому что в ответ ты не получишь ничего. Ну, и как-то удивись этой схеме. Спасибо. Большое спасибо.